Всем привет! Меня зовут Юлия Добольская и это моя новая рубрика на канале, которая называется UX Кукинг. UX означает Юлины эксперименты, а приставка Кукинг будет означать, что мы будем готовить что-то необычное и вкусное, иногда очень простое. И в первом выпуске UX Кукинг мы сделаем мармеладную фанту. Возможно, рецепты, которые вы увидите в этих выпусках, вы уже знали раньше, но нужно их проверить. Для эксперимента нам понадобится всего лишь фанта и 50 грамм желатина. Я готова приступать. Высыпаем 50 грамм желатина в кастрюлю. Желатин заливаем фантой. Смесь оставляем на полчаса, в это время приступаем к бутылке с фанта. Нам нужно снять наклейку. В это же время берем бутылку и делаем там две прорези с одной и с другой стороны, для того, чтобы потом легче было доставать наше желе. Теперь хорошенько обматываем скотчем бутылку. Продолжение следует... Продолжение следует... Спустя полчаса подогреваем нашу смесь, но не доводим до кипения. Если появилась пенка, мы ее убираем. Ну а теперь заливаем все это в бутылку и ставим на несколько часов в холодильник. Я уже достала наш мармелад с холодильником и теперь нужно попытаться снять скотч. Я уже сняла почти весь скотч, теперь нужно попытаться достать наше желе с бутылки. Мы полностью освободили нашу бутылку от пластика и теперь нужно подождать, чтобы лед растаял и не было этих белых пятен. На данный момент у меня что-то типа замороженного сока с фанты. Вкусно. Теперь находим нашу наклейку и вот что у нас получилось. Сейчас я попробую кусочек нашего мармелада. Это очень вкусно. Напоминает мармелад из магазина. Если вы будете делать такой рецепт, то хочу вам дать совет, который вам очень сильно поможет, чтобы вы не совершали моих ошибок. В мармелад нужно поместить в холодильник, не в морозильную камеру. А также лучше не делайте заранее прорези в бутылке, потому что это доставит вам лишнюю работу. И если вы немного неплотно мотаете все это скотчем, то ничего не получится и ваш напиток будет протекать. Также можно использовать не только фанту, а например кока-колу, спрайт, да и любой любимый ваш напиток. Например, можно взять колбас для тех, кто надеет, и это будет для вас несколько калорийным десертом. Если вы хотите видеть второй выпуск этой рубрики, то обязательно ставьте пальцем вверх и пишите свои комментарии с идеей для следующих выпусков. Спасибо за просмотр. Пока. С вами была Юлия Рубольская. Субтитры сделал DimaTorzok